Друзья, товарищи, признайтесь, формат, что купили из армянского магазина, один из таких аппетитных, для меня так, если для вас вот интересно под этим видео, пожалуйста, если не затруднит, напишите, какой ваш любимый формат. Я знаю, многие любят семейные влоги и уже узнают дальше, сделают сама для себя как будто статистику, что любят мои зрители, какой формат, но думаю, это что купили из армянского магазина, иногда такие вкусности бывают. Вот, например, друзья, нам повезло, мы счастливые люди, нашли почти настоящий абрикос, почти, потому что тот флэйвор, тот вкус, что я помню из армянских абрикосов, никогда здесь не ела настоящий армянский абрикос, не ела. Но вот это близко подошел, мы попробовали по дороге с мужем, я сказала, я столько сюрприз не могу, пока доедем домой, пока помоем, подождем, пока засушатся, придут в комнатную температуру, я так не могу, сказала я мужу и попробовали. Грязный, грязный, холодный абрикос, почистила. Сейчас наш дегустатор и профессор, доцент по абрикосам. О, даже червяк есть. Червяк увидит, в жизни не съест. Здесь не бывает абрикос с червяком. Сарна, такие холодные были, в холоде их держали. Сладкий, но очень мягкий. Подожди, спасибо. Мы хотим, чтобы наш дегустатор остался довольным. Спасибо, я с Микарой. Пусти? Пусти. Значит, наш мужик. Я люблю спелый абрикос. Ну, некоторые дети, действительно, мужик взяла. Ага, нужно. Итак, доцент-профессор. Очень сладкий. Но мне, это лучше. Это лучше, без машины. Хотела, что ты на армянском сказал, потом подумала, ах, не дотянуй. И сказал, не мягкий, не муший. Хотите не муший, абрикос? Егене, а что с червяком будет? Вы его выбросите? Судьба червяка интересует некоторых червяколюбов. Червяка не могу найти. Ох, ах, айса. Это червяк. Вот, смотрите. Если бы у нас были курочки, наверное, отдала бы курочкам. Но нету курочек. Придется изолировать. Абрикос. Моя бабушка в жизни. И нормальные люди не выбрасывают. Не, американцы, наи мои дети могут выбросить. Увидели, прямо так ужаснутся. Там червяк, червяк. Соберутся и из дома могут уйти. Пока червяк не уйдет, не вернутся. А нормальные люди моют яйца червяков. Ну, там их остатки, да, если не ошибаюсь. И кушают. Потому что говорят, червяки, они червяки, понимаю. У них может быть и мозгов никаких нету. Но они выбирают тот фрукт, который... Мозгов хватает у них, чтобы выбрать тот фрукт, который сладкий. Они ведь червяки. А хочешь червячный? Все убрала. Все яйца убрала. Сейчас... Какое ваше мнение? Какой абрикос выбрал наш червяк? Это кто так посмотрел? Неплохой. Хороший. Напоминает настоящий абрикос. Но все равно не тот. Все равно не армянский. Но из армянского магазина. Продолжаем наслаждаться дальше. Здесь ничего интересного может быть и нет. Но, как оказалось, я не знала. Этот сорт огурцов, говорит, армянский огурец. Кто-то, наверное, в магазине очень голодный был. Постарался съесть, но его вовремя остановили. Абрикос, армянский сорт, написали какой сорт. Не помню название. Трудное название было. Хотя и армянское было название. Но вкусный, настоящий огурец. Как говорится, огурец тоже может быть настоящим, ненастоящим. Иногда покупаете как вода со вкусом огурцов. А это огурец, так, прямо плотный, вкусный. Купили, как американцы, один гриб. А нам больше и не нужно, потому что готовим сегодня вечером. Кажется, у нас будет пир. Думаем. Или когда будет пицца. С портабелло очень вкусно получается. Один гриб для пиццы. Зеленая фасоль. В этот раз буду готовить. В прошлый раз помните, что приготовила. Я вам тоже показала салса, там перчики, чеснок. И в духовку она, в печку отправила. Очень вкусно получилось. Баклажаны наши из нашего огорода. Очень вкусный комплект получился. В этот раз с яйцами и с укропом. Очень люблю. И со свежим томатом. Так что, будет очень такой аппетитный что-то. Балуем детей, как можем. Сколько можем. Ааа, кто-то из школы вернулся. Короче, мне эти не нравятся. Люсь, Люсь. Я только кому-то очень нравятся. В прошлый раз забыла купить. Она так попросила и спросила. Мам, ты эти кукурузные палочки купила? Сказала, совсем забыла. И она так загрустила сразу. Мне больно стало. Ну, вот. Русские мамы, сюрприз. Радуется, но все равно не подходит. Окей. Эти самые вкусные по оценке детей. Хотя этот мальчик не любит то, что и хорошо. В этот раз новинку купили. Говорят, армянский бренд. Ну, создатели бренда армяне. Мы уже не знаем, кто работает у них. Но это уже не важно. Мы не националисты. Мы не... Мы не сексисты. Мы не исты. Но хотелось что-то новое попробовать. Постоянно берем то же самое, потому что Алька эти очень любит. Алька, смотри, ты мораль, ты гасишь? Я хочу. Ну, что с этим мальчиком? Я знаю, что я не хочу. Инч? Какой-то они галутят. В принципе, дети наши кушают все. Они галутят. Они хорошие. Сейчас наш доцент-профессор по абрикосам и не только. Эти шарики, медовые шарики. Какого? Сравниваем абрикос или это. А, сейчас я не знаю. Да? Они очень вкусные. Инч? Они очень вкусные. Оба вкусные. Когда мальчик разговаривает с полным ртом, совершенно ничего не понимает. Еще и на английском. Сейчас всю пачку может лопнуть и даже не заволнуются. Бонолу, телеси, матерес. Че? И так хорошо запутят. В холодильник кладет, потому что они должны быть холодные. Еще купили. Это мой муж очень любит. Куржик-муржик. Такой свежий был. Купила. Хочешь сейчас открою кусок? Не хочет? Но это открою вместе, попробуем. Honey cigars. Медовые сигары. Идите, думайте. Сигары действительно выглядят как сигары. Окей, думаю, просто корж для медовика. Закрутили. И внутрь может быть тот же самый крем, что и для медового торта. Не знаю, будут ли там орехи или что-то. Неплохой. Но не слежий. Наверное, не покупают. Или иногда некоторые новые товары остаются лежать на прилавке, потому что у людей нет доверия. Хорошие, вкусные. Не все такие рискованные, как ваши. Что понравилось, что не очень сладкие. Позовем кого-нибудь из наших дегустаторов. Устами младенца правда всегда звучит. Младенца. Аркад, не младенец. Ну, молодчик. Аркад, не младенец. Аркад, не младенец. Аркад, не младенец. Мы хотим вашу мнение о том, что это. Накиджарак. Телевизор смотри. На телепорте. Это хани сигар. Питс-проф. Сухой. Такой сухой здесь, поэтому, может, ему не понравилось. Так, купила бы во второй раз. И тут совсем ничего не было. Мне сладкого очень сильно хотелось. Купила бы. Но вряд ли. А мы хотим закончить. Что за вопрос? У Пороса мы спрашиваем. Хотите сладкое? Угу. Неплохой. Совершенно неплохой. Думаю, если свежий, еще лучше. Это с чаем вкусно будет. Нормальный, хороший. Нормальный, хороший, очень хороший. Конечный ответ. Бегаемся дальше. Я самое главное не попробовала. Здесь не абрикос. Косточка. Горькая-горькая. Невозможно кушать. Сейчас мы узнаем. Это черешный. Абрикос. Косточки сладкие. Горькие. Окей. Не надо. Много волок. Би-17. В косточках абрикоса. Много нельзя. Но есть люди, которые излечивают рак именно этими косточками. Слышала. Не советую, не рекомендую. Просто слышала, что эти косточки очень полезны. Ну, какое-то количество нужно кушать. Если побольше съедите, плохо будет. Один, думаю. На всякий случай один съем. По-моему, семь или сколько нужно в день. Не больше. Очень мясной шаппинг у нас сегодня был. Раз уж пиццу делаем. Заодно купила что-то, чтобы после пиццы угли не скучали. Ух, какая горькая была. Но это дети любят. Это не мясо, естественно. Но очень вкусный тархуловый лимонад. Буду делать вафли на кефире. Дети любят. Очень вкусная сметана. О, квас. Я люблю, ты любишь, мы любим. Но это не пробовали. Говорили, писали в комментариях, что бренд Губерния. Очень хороший квас издает. Fermented bread soft drink. Ферментированный хлебный напиток. Dark right. Темная рожь из пшени... Из... 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 Из ржа. Рожей. Из рожей. Попробуем. Холодные. Из холодильника взяли. Пока не остыло. Бокала у нас нету. Вам стаканчик или бокал? Упс. Ох, как хорошо, да? Сейчас пена поднимается. Пробую я, пробуешь ты. Пробуем вы. Пробуют они. Пробуете вы. Олегина, перестаньте. Это я вас заговариваю. Очень голодная была. Если голодные, на жидкость. На армянском есть слово Цараф. На английском thirsty. А на русском Жаждую. Как будет тарам? Не голод. Настоящий квас. Настоящий квас. Давай выпьем за кончимаром. За мир, за дружбу. За детство. За квас. Сначала женщина по древней армянской традиции. Потом мужик. Наслаждается. Очень хороший квас. Будете покупать, будете рады. Не спонсированы, не рекламирую. Все сами самостоятельно. Здесь я оставлю, чтобы фото сделать. Квас был прекрасен. Двигаемся дальше. Купила печень. Печень для печки. Так в холодильник пойдет. Что еще купили? А зелень не интересует. Пинза обычная. Укроп тоже обычный. Все видели, все знают про укроп. Один ишхан купили. Я почему-то подумала, такой большой будет. Потом постеснялась еще одного попросить. В общем, ишхан для печки. Вместе будем готовить. Ничего интересного, ничего нового. Просто мясо. Это тоже просто мясо. Хотели купить говядину, чтобы была нежная, чтобы шашлык сделать в печке. Мясо нежное хотели, сказали. У нас уже есть замаринованный. Можете это взять. Говорю, мы хотим сами замариновать. Пойду поищу и потом сказать, то, что мы делаем. Мы специально что-то кладем в мясо, чтобы он был мягким. Говорю, вот это я не хочу, чтобы вы туда что-то клали. Не знаю, притом специально. Также и хлеб из пекарни. Не только там дрожжи, но еще что-то, что вы не хотите, чтобы попал в ваш организм. И думаю, всегда лучше самим. Там что, соль, перец, разные специи и мясо готово. Хотите, чтобы он был такой мягкий. Киви очень хорошо помогает. Йогурт помогает. Ничего специального, хочу сказать, такого компонента. Не хотите, чтобы добавили туда. Anyway, не взяли. И вместо этого кусочек рыбай взяли. Просто посмотрим. Стейк. Всего лишь один кусок. Это когда буду готовить, покажу. Но не знаю, будет ли это таким же мягким, как я хотела бы. Не хочу сейчас мясо трогать. Но на вид такой мягкий, свежий, нежный был. Потом все равно дети не едят ваглодину. Мы с мужем маленький кусок, нам всегда хватает. Это наш шпан. О, еще подумала. А давай маленькую курочку тоже. Егиня, вы что находите, в печку отправляете? То, что готовим в печке, гораздо вкуснее. Не знаю, то ли этот вкус дыма в закрытом чём-то. Это выпекается, варится, парится. Какой-то очень магический вкус. Поэтому взяла маленькую курочку. Я и котята справимся. Дети не очень любят. Из курочки только грудку едят. Такой свежий был пряник. Очень свежий. Всегда проверяем, да, вот так. Разрыхляем. Армянский магазин. На самом деле пошли только лаваш покупать. Подумала, говорю, шашлык делали, лаваши нет. Кусочки были маленькие, лаваши, чтобы удалить от шампура. И муж сказал, ну какой-нибудь хлеб хотя дома есть. Тортия была. Чтобы завернуть, съесть. Завернуть, я говорю, что это такое? Это уже не армянский шашлык. Отвернул, удалил тортию. Без хлеба съел. Хочу сказать. Тогда делаем шашлык. Должен быть с лавашем. А сейчас сезон шашлыка. Пока лето, весна, осень, мы делаем шашлык. Здесь всегда тепло. Здесь всегда шашлычный сезон. Это чтобы хватило всем детям мира. Кукурузы. А я с ней пробовала. А давайте попробуем. Ну ведь тоже дети мира. Сидят оба мальчика наши. Самый младший и не очень младший. И разговаривают. Игра, игра, телевизор включен. Но в этот час у нас телевизор не должен быть включен. Anyway. Говорю, у вас домашняя работа. Алька, у тебя есть домашняя работа? Говорит, нет, я все закончил. Говорит, у тебя есть домашняя работа? Говорит, да. Говорит, тогда иди делай работу. Идя? Всегда вспоминает что-то, если говорить, иди пианино играй или что-то. Или голодная, или в туалет. Одно из этих. Anyway, говорю, Беккеди делает домашнее задание. И по пути говорит, Арка, а ты закончил свои corrections? У Арка есть остатки работы, которые он еще не закончил. То есть, он думает, сейчас Арка пойдет делать corrections. Компьютер уже будет занят, у них один компьютер на двоих. Арка будет на компьютере, он опять свободный гражданин мира. Так Арка рассердился, что он его напомнил, то есть, нам напомнил. Послали Арка делать corrections. А Люсин сказала, Люсин, у тебя ничего нет на компьютере? Работа сказала, нет. Бекка послали на компьютер Люсин, чтобы делал домашнюю работу. И вспомнил, что пить хочет. Anyway, короче говоря. Вкусные, не очень сладкие, как в наши добрые времена. Там всего лишь несколько сладких палочек было. И на дне находились. Или должны были искать. И сначала пытались съесть эти сладкие, потом уже что осталось. Помните, еще были такие грубые-грубые. Да, вам помнишь, с большими дырками. Не очень такие, после сладких нежных. Это неплохой, но не очень сладкий чай. Не понравилось. Костя, что-то недовольный. Не понравилось, но если вы голодные, вам все нравится. Очень, наверное, хороший. Хороший. Угу. Вот что, удалю сюда. Суспите, заканчиваем. Захотелось, приготовим. Это перчики. Хочу икру. Баклажанную, заморскую. А эти перчики такие красочные. И мясистые бывают иногда. Надеюсь, мясистые, потому что баклажаны взяла. А белл пеппер, болгарский перец, не взяла. Этим, думаю, дополню. Ну и баклажаны, как баклажаны, ничего особенного. Думаю, достаточно сделала. На канале уже готовила. Если хотите сказать, и кем я тебя на па... Приготовьте на канале тоже. Как вы делаете баклажанную икру, заморскую. Уже готовила. Хочу, чтобы красиво так, мирно стояли. Ну, я вот взяла, на всякий случай. Дальше. Чак, если вам интересно. 255 долларов 19 копеек. Это так. О, смешно, наверное. Американский. Окру купила. Это никто не ест, естественно. Всегда беру. Большое количество, скажем, взяла. И не получается ничего сварить. Или окру тоже в толму положила. Как это было вкусно. Сверху толмы положила. Очень вкусное поели. Села я сама одна. А я это ем в свежем виде. Просто взяла как снак. Сейчас помою. И если не верить. Ты вери, вери, Мегина. Нет, не верите. Никакого вкуса не имеет. Но как овощ кладез, кладез или кладез витаминов из себя представляет. Поэтому советую. Если любите и есть особенно нежные, мягкие, очень даже легко кушается. Медитив, ничего не случилось. Очень даже вкусно. Перчики, перчики. Пусть будут. Сыр Гаварти знаете. Любим, ценим, уважаем. Моцарелла свежая. Пиццу будем готовить. Ничего такого особенного. Не будем сейчас пробовать. Салями. Эту центральную сначала кушают. Немецкую. Тюрмин салями. Это, по-моему, еврейские салями. Когда заканчивается это, начинают это. И самый последний. Удаляют жиры и едят это. Это не знаю какой. Называется. Как называется. Да. Эту про салями. Не знаю, хорошо сделали, плохо сделали. Всегда из магазина берем Апухт или Бастурмон и жалеем. Это взялось, чтобы... Сейчас сегодня все, что взяло на пиццу. Пиццу с Апухтом хотели сделать. Сказали, пусть будет. Арнад любит. Сейчас, ну, хочу посмотреть, какой на вкус. Взять-то взяли. Кстати, полпаунда стоит 26 долларов. Полпаунда это 400, скажем, 500 грамм. Даже не полкилограмма. Подождите. На вид аккуратный, не крашенный. Не крашенный. Сейчас на вкус попробуем. Совсем неплохой. А, ну, попробуй. Что не хватает, не могу понять. Не острый. Не знаю, как я делаю. Что вкус нашего чуть по-другому. Но хороший. Я бы острый сделала чуть-чуть. Совсем даже немножко просится. Но очень хороший. Видно, что мы голодные с утра вышли. Только что вошли. Ничего не ели. Виня, обязательно ваш кусок мужу дать. Дайте ему новый большой кусок. Он же мужчина. Этот комментарий можете уже не писать. Так. Почти доходим до финиша. Сцеженный мацун. Любимый мацун детей. С лавашем. И напоследок. Очень вкусный. Столько уже лоры попробовали. Но. Именно этот лоры. Очень вкусный. То есть и кремистый. И не соленый. Все, что брали у меня еще в морозильнике лоры. Достаю. Немножко пробуем. Обратно посылаю. Потому что невозможно кушать. Да. Это я лоры мейкером говорю. Сделайте так, чтобы могли покушать. Это очень вкусно. Не рекламирую. Не знаю, кто эти люди. Но вкусно, говорю вкусно. Мы это сделали. Задегустировали. Если им там ждет розыка. Плюс астетус. Я знаю, чего ждут мои дети. Ну, не подойдет, не возьмет. Не даже не попросит. Вкусная была дегустация. Неплохая. Так что. Я свое сделала. Я поделилась. Вы уже знаете, что делать самим. Или брать какой-нибудь. Или что брать, что не брать. Что делаете. Делайте все, что душе нравится. Что вы хотите самое главное. Пережем себя. Здоровье. Нервы. И все, что дорого нам. Всех вас любим. Ценим. Уважаем. Увидимся. Иividad. Бег. Алили. Они там Ganars. Вы не едете. Вы едете. Уважаем. А ate. Я тут это. reserved. Продолжение следует...